или это с меня в санкции сейчас гриша а всем привет пока народ приходит им мы немножко подождем я немножко расскажу про эту версию эта версия немного похоже на другие версии но при этом отличается немного здравствуйте всем кто подходит в этой версии просто море сюрпризов для тех кто будет играть у нее в первый раз та новая рубрика я думаю надо вводить такую рубрику и вместе с кривым говном чтобы было параллельно потому что есть игры которые кривые а есть игры которые за что вы их сделали зачем кому это нужно было наверно надо будет вводить такое наверно просто нужно были деньги и все но и блин блин я ошибку сделал госты гибель ну ладно будем считать что это гост гост за что то это сделал ладно может это как раз и будет фишка может это как раз и будет фишка ну ладно тогда давайте начнем переключаем сценку так как обычно я буду захватывать с консоли и как обычно будут немножко проблем захватом но только поначалу так сейчас мы так выбрать все вот запустить есть так люди у меня к вам вопрос как звук появится пишитесь благо на консоли я могу регулировать громкость так а пока я жду ответа и я скажу то что у этой игры есть уровни сложности а вот куб или как там правильно сказать это легкий уровень там после того как на тебя стадо бежит ну знаете эту сцену игра говорит то что молодец а теперь пройти на более сложном уровне я подумал что надо пройти ее на харде но сегодня оказалось что можно пройти на нормале который называется тут lion prince но так как я готовил игру на харде будем играть на сложности или он кинг и лайн кинг наш плен на то на сей и проходил тогда этого стрима не осталось штука пишут что нет пока звука увы на этой консоли нет кнопки паузы у меня нет флэш картридж так вот сейчас я сейчас должен быть звук скажите как там можете его погромче сделаю потому что тут такая своеобразная мелодия вот сейчас играет та же мелодия что и в главном меню флэш картридж но пик шашки я погромче сделала флэш 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 кроссбар композиции линейные аудио вывод так ну концу консоли захвата проблема сейчас но если чем она рассвета нашим ничего благо учета времени тут нету я просто обновил их сплит но еще звук появился или нет смысл не по-другому не вернет если что но пока не могут быть штручки нету очень кстати хреново нету и это очень очень странно потому что я захвату вроде все нормально я пока еще не говорили что это версии интересных наш так и нам сейчас попробуем похоже эти штурмовые настройки стоило мне обновить экспликта все и сейчас нету да блин это задержка конечно экспликте сейчас послушаю сейчас есть все значит слышите его только вы а не я отличная идея экспликты меня удивил давай еще напишите как там со звуком смысле его тишина сделать громче еще что кстати да потому что раз кем не слышит то непонятно я не могу сказать громко или не очень громко и тому подобное так ну пока что ждем еще немножко норм слышно да да 20 секунд отлично звук есть так вот в чем отличие то что вы сразу видите то что цветов поменьше немножко при этом подниматься вверх надо ну в первом уровне сеговская веснасовская тоже надо но тут это по другому происходит еще тут жуки ползают они просто висят в воздухе как это в других версиях было что можно чуть тише сделать все чуть чуть ну тут не знаю кто-то по разному процентовку пишет но каждый пишет процентовку а я на самой консоли регулятор громкости сейчас дергаю благо мега драйв поменит так мне что нравится тут симба взлетает прям я не знаю в небеса вот стоит ему и он сразу в небеса такие причем на этом много чего завязано ну теперь говорят нормально отлично будем проходить эту такую странную на вид игру на харде потому что что-то я решил что я не изи это нормалы прохожу а тут игру на харде я смог нормально пройти думаю ну давайте-ка на харде и буду ее проходить на стриме так я не говорил что тут еще придется очень хорошо копить жизни потому что тут есть такие моменты которые меня порой выбешивали но я надеюсь что тут они точнее на стриме они у меня не появятся дэмиан спрашивает ты в режиме обратно совместимости мигдрайв стримишь да мне кстати нравится когда симба только отпрыгнула от этого уступчика он такой спрайт смешной показывает и кстати вот первый босс гиена мне больше нравится как он после раскачивания летит и замирает да оп короче я еще немножко наверное протестирую как-нибудь чтобы у меня тоже звук шоу потому что я его не слышу поэтому отрегулировать его не могу а еще кстати баг покажу вот мы можем нажимать на рычаг рык и гиена стоит на месте анимация идет так ну ладно так второй удар всего их тут три а еще кстати меня удивляет что sega master system изначально метила на широкий экран мониторов или телевизоров потому что ну смотрите сколько мне пришлось обрезать черных волос чтобы не было их ну да а я еще вот тут бонус уровней отличается немножко что мы собираем какие то я не знаю кружки и тесты как я их называл мне сказали что это возможно личинки но у меня они вот такие колобки колобки или как там ну короче тесто напоминает да эх из того что я взял паучка я не собрал 10 штук и зачем мне жизнь не дали кстати тут забавная аналогия со снесовской версии то что закат сразу же появляется как мы знаем на мега драйве он там постепенно появляется а тут прям сразу же как на снесе а еще тут мне нравится анимация птиц то что они оп и улетают то есть не шухры мухры они проделали просто такую мелочь как анимация вылетают птиц а еще тут жираф на харде очень быстро поднимает головы это не мешает мне проходить игру потому что я уже привык там я еще не сказал что с прыжком немного сложнее тут как будто на какую-то долю секунды нажимаешь и он залетает после этой доли секунды и надо привыкать а также чем дольше нажимаешь кнопку тем выше он прыгает еще тут есть страусы но они тут совсем другие я вам сейчас продемонстрирую кстати обратите внимание как сидит симба на страусе это такой смешной спрайт это я когда первый раз увидел я долго смеялся вот еще я только заметил что анимация воды есть да водичка анимирована ну вы посмотрите ну кто в здравом уме такое нарисует он такой сидит как будто я не знаю там из властелина колец моя прелесть и что то там смотрит он скорее на карты присел и все да ух ты а вот это у меня я никогда вот так не делал я обычно так немножко в обход блин а еще мы видим что вода не принимает символ и выкидывает его обратно и он умирает в воздухе да и я тоже смеялся да покатушки на страусах тут конечно весело да они не такие бесячие можно сказать просто есть и все да да сейчас попробую сделать еще раз этот трюк но благо страус вообще не прыгает в воду просто встает у воды сейчас я покажу как я вообще вот это проходил так так вот так вот так кстати тут можно кричать на любую мартышку и менять любую мартышку сторону куда будет кидать мартышка вообще на любую можно сторону выбрать это меня немного диссонировало ух ты как повезло то кстати вот вот посмотрите внимательно то что мы видим что у некоторых носорогов есть хвасты у некоторых уже оторвали оторвали немножко неподготовленные наверное нервничаю еще не знаю что так как то я чувствую что я немного нервничаю и начинаю говорить все подряд а нормально все наверное давно не стримил так вообще мне понравился этот уровень состоит из двух частей и он отгадайте где переход находится вот тут здесь вот главное не прыгать вниз вообще мы можем увидеть что симба как будто поймал птицу ну такое ощущение создаётся так да без регистрации смс скорее смс без регистрации да а вот тут еще мега трюк надо с помощью так так все сделаю с помощью хвоста носорога бегемота прыгнуть жирафу на голову так и вот так и вот так о да прям платформинг какой то такой странный ну да все таки вспомнил действительно правильно сказал что когда играешь в мастер сесси так там немножко задержка есть ну я вот на оригинальном железе играю ну там же мега драйв аппаратная совместимость так что да есть маленькая задержка в некоторых играх так ну это одна из них черт благо не упал так фух не упал что мартышка лови меня вот так вот сначала мне кажется что по этим жирафом сложно прыгать потом уже привыкаешь я рад то что страусы здесь совсем не такие какие они были в других версиях там еще много сюрпризов будет в этой версии так сейчас я немножко сосредоточу мне хотя бы жизнь набрать надо еще мне нравится хит хитбоксы пумба здесь то что чуть отодвинулся и на тебя паук не падает он мимо пролетает и ты можешь сохранить эти кусочки теста чтобы получить жизнь итак у нас следующий уровень так я пойду уже по своему маршруту так вот так вот тут лучше конечно прыгнуть было но ничего так бывает что даже во время тренировок у меня немного отклонений были в маршруте в принципе не очень критично так тут немножко дурацкое место надо по платформам прыгать над пропастью вот эта гиена немного дурацкая вот у меня отлично получилось избежать ее вот кстати я так не сказал на харде вот видите один кружок это две тычки на второй тычке у нас уже все заканчивается жизнь так отлично вот все это самое такое сложное место теперь все будет нормально потому что до конца уровня осталось там не так уж и много это все финал да музон тут такой вот интересный сейчас как раз после бонуса будет бегство симбы от стада там музыку некоторым надо бы заценить там такая своеобразная версия вообще интересно как этот уровень даже выглядит ну увидишь я когда первый раз увидел я смеялся не знаю там три минуты наверное все вот она и вот тот самый уровень побега от стада симба настолько крутой что он может повелевать этим стадом бежать ему со своей скоростью или чуть быстрее потому что вот я немножко скроллю вперед и стадо начинает побыстрее бежать ну что до тебя дошло уху угу 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 я говорю я там смеялся прям ооооооо чёрт меня задело ладно ладно тут главное не торопиться и там если уж попал вниз то надо осторожничать Потому что в одну сторону прыгнешь, у тебя ускорение стада идет, в другую сторону вроде бы как безопасно, но за счет немножко задержки это слешновато порой. Забавно, если когда ты вперед летишь, они идут быстрее, назад прыгаешь, и наоборот медленнее идут. Я, кстати, не пробовал. Вот сейчас такое место. А, назад нельзя скроллить. Эх, жаль. Да, кстати, было бы забавно назад к стаду бежать. Тогда это был бы Брейд. Оп. И вот после этого уровня, если вы играете на Изи, появляется картинка Симбы и говорит, типа, вот, молодец. А теперь давай поиграем на более сложном уровне сложности. Все. Мы прошли его. Блин, мне нравится тут параллакс и несколько независимых слоев таких. Как будто. Ну, точнее, задник. Как бы... Блин, сложно высказать, что сзади там, где небо, облака. Дальше наш слой и еще третий независимый слой. И это вот как раз вот это стадо. Так. Спрашивают. Это коровы, это антилопы или что это? Антилопы вроде бы. Я, честно говоря, не помню, что там было в мультике. Хоть я его скачал вчера. Немножко освежить память. Но я скачал его вместе с Аладдином. Потому что я немножко освежу память по Аладдину. Чем по королю любви. Так. Беги. Все. Мы убежали. Все. Извинание Симбы пройдено. А теперь Хакуна Матата. Вот этот уровень, я тут, не знаю, застрял надолго. Потому что тут не до конца понятно, куда идти. Но я потом понял, куда идти. Оказывается, надо делать вот так, вот так. И вот эти листья, оказывается, от них можно отпрыгивать. Так. Черт. Он зря это сделал. Ой, как зря. Ой-ой-ой, вы зря. Да, просто это было похоже на стадо бизонов. Скорее. Я, честно говоря, не помню, кто это был. Ладно. Вода не приняла Симбу, начнем под новый. Так. Там просто он... Я совсем забыл, что там надо... Оп, вот так. По-другому никак не получилось. Понятно. Хорошо. Так. Я просто сильно напряжен, поэтому у меня не так уж и много слов для этой игры. Есть сейчас. И... Босс. Да, та самая злосчастная обезьяна. Так, давай. Очень запомнил, что она, когда должна, по идее, кидаться в нас, она в это время скользит в нашу сторону. Так. Так. Следующий уровень. И тут я немного расскажу особенности управления. Нажимая кнопку атаки, он рычит. Ну, чтобы атаковать лапой, надо в сторону, куда ты идешь, нажать направление, а потом С, и он бьет лапой. Ну, у меня С, потому что я на мега-драйверском геймпаде играю. Так. Давай. Отличный паучок. Сам уничтожился. А еще мы видим, что Симба, повзрослевший, ничуть не вырос, и он все равно ростом с гигиеной. Так. Есть. Ох, елки-палки. Черт. Черт. Сливаюсь. Мне жизнь вообще нельзя терять тут, это хард. А еще, кстати, забавно, что паутина вообще нас не дамажит. Пауки, кстати, выросли тоже. Вот так. Так. Давайте-ка немного подождем Гришу, я хочу ему показать кое-что. Вот, тут я. Ты как раз вовремя, я дошел до босса этого уровня. Да? Что это? Собос. Ну, смотри, оказывается, ну, ты же помнишь на Мега-драйв-версии, кто босс в Хакуна Матате? А тут он встречается целых два раза. То есть, получается, это обезьяна, одна из ключевых ролей, которая не была показана в мультике, но при этом в игре этой обезьяне дали второй шанс появиться на сцене. Это рефайты? Да. Ну, нет, навряд ли рефайты, но рефайты, это обезьяна, она решила столько лет спустя взрослому Синьбе с той же тактикой попытаться нападать им. Но мы ее успешно побеждаем. Так, черт, как бы тут, я уже боюсь, тут контов нет, кстати. Так, а я играю на харде. Как бы, главное, чтобы жизнь не терять. Ищите летучие мыши тут. А, черт, я не туда побежал. Ой, блин, а у меня же полная... Надо эту полную шкалу жизни придержать. Так. Так, избегаем камень, отлично. Так, бежим. А пауки тут, кстати, не только в хакуна мотать, а они вместе с гиенами и летучими мышами нападают на всех. Включая Симбу. Есть. Анимация смерти даже у летучих мышей есть. Оп. Черт, одну задело. Так. Отлично. Так, чекпоинт. Хотя зачем чекпоинт, если тут уже конец уровня. Так, есть игры быть моной помпу. Ну, по-моему, Михалыч там одну какую-то показывал. Да, на Windows 3. Еще она на смеси, есть ксс. Моно помпу. Моно помпу. Джангл Геймс. Так. Немножко. Оп. А, надо, ну, тут запускаться все надо. Ну, а я, если что, иду по своему маршруту, как я привык. Кто-то может найти другой маршрут, но просто у меня вот такой. Ну, нормально. Так. Я могу, конечно... Ладно. Это очень рискованно. Считаю, почти последний уровень. Так. А теперь, помните битву со шрамом? Вот посмотрите, как тут надо побеждать шрама. Вообще, совершенно другая тактика. Я, ну, 30 минут ломал голову. Давай, прыгай. Все. Игра пройдена. Так, сейчас у меня. Сейчас увидишь. Дойдет до этого момента. Нельзя. Ну, тем более, зачем фармить? Мы, благо, прошли игру. И, благо, у меня, кажется, захват сейчас не глючит, а показать нормальную картиночку. Самый эпичный басфайт. Да. До этого догадаться ведь еще надо, и у меня случайно вышло. Читово-то, что тут его перекидывать нельзя. Спасибо. И пошли титры. И главное, когда я увидел титры, тут не 3-4 человека, как батл-маньяки делали, а тут побольше человек над этим работало. Своя мини-контора какая-нибудь. Virgin Interactive Europa. А, европейцы. Да. Да, все понятно. Так, тест-менеджер Кевин Турнер. И, так, где-то 8 тестеров еще было. Фух, я рад, что я прошел эту игру с первого раза. Потому что у меня во время тренировок были некоторые проблемы. Молодец, что прошел. Да, на харде. Да, с первого раза. Честно говоря, рекомендовать эту игру, я не знаю, надо ли или нет. Вы сами видели, что за игра. А проходить ее или не проходить, уже решать вам. Ну, как сказать, я не стал их все-таки рекомендовать, а как-то к ним странно. Да. И вот, король лев на Sega Master System пройден. Ну, что ж, тогда я передаю эстафету. Да, сейчас Gone Hound X будет. Никуда не расходитесь.